Унижения никто терпеть не будет. Россия гигантская страна. Какие могут быть унижения? Европа, если она отшумела, я про тех не говорю за океаном, ну пусть они думают, пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо, мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну а без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Тут я наблюдаю, у нас там мобилизации пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. Ну а они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просится назад. Большинство просят, заберите назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Извините, что я вот в открытую это говорю, так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке. И туда 20 километров. 25 может быть. Наш курс правильный. Наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет.